Воскресное собрание Первое послание Петра, 5 глава Но мы остаемся жить в этом несовершенном мире И давайте еще раз прочитаем Первое послание Петра, 5 главу, 7 стиха Я в этот раз буду читать по синодальному переводу это место Я верю, что Дух Святой поможет нам увидеть в этих стихах еще что-то О чем мы не говорили в прошлое воскресенье Все заботы ваши возложите на него, пишет апостол Ибо он печется о вас То есть Бог обещает нам избавление от забот, от тревог Дальше, 8 стих Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев Ища, кого поглотить Противостойте ему твердой верою Зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе Сам по кратковременном страдании вашим Да совершит вас Да утвердит Да укрепит Да соделает непоколебимыми Ему слава и держава во веки веков Аминь Я еще раз подчеркиваю, что здесь не говорится апостолам, что мы должны все страдания на него возложить Он и так взял на себя боль мира Но мы возлагаем на него наши тревоги Наши заботы А в отношении страданий Павел говорит, что Ну да, мы проходим через вот эти вот кратковременные страдания Мы проходим через эти сложности Проходим через определенные сложности В одной из проповедей в августе месяце Я чуть ли не большую часть проповеди посвятил Вылуплению Вот примеру, как цыпленок вылупляется из яйца И мы с вами рассматривали, как порой в нашей жизни что-то старое рушится Рушится, причем старое, то что для нас стало уже привычным, комфортным Какой-то ненький маленький мирок Свои взгляды, где как-то все понятно, все гладенько Все логично И тепло там И вроде бы божья забота проявляется Потому что в этом, находясь в яйце Мы не чувствуем ни холода Ни дождика, ни снега, ни ветра То есть там цыпленку уютно И вдруг Скорлупа разламывается Старые понятия какие-то Старые принципы, может быть Старые взгляды, которые у тебя были Они тебя уже перестают устраивать То есть тебе в них тесно И ты оказываешься в большем мире С одной стороны Это здорово Это оказывается намного более грандиозно Чем твои прежние представления С другой стороны В этом новом мире тебе неуютно И возникает вопрос Почему же из маленького яйца Мы не вылупляемся в большое яйцо Да, пускай на большем по размеру Но такое же уютное Такое же защищенное Где также отсутствует ветер Зной там Дождик Почему вдруг мы, казалось бы Из уютного Да, маленького, но уютного мирочка Мы вдруг выходим в большой Но такой неуютный Где столько много необъяснимого Поэтому у верующих немало вопросов Господу Бог, а почему Вот раньше Вот жил в своем маленьком мирке Таких своих домашних представлений Как-то все было понятно Все было панично Логично Тут все развалилось И я вышел в больший мир И тут столько непонятного Здесь столько нелогичного Я не могу себе это никак объяснить Поэтому нередко Когда скорлупа разваливается Ощущение, что словно почву Выбили из-под ног С одной стороны здорово Потому что Если оставаться дальше Сидеть в яйце Тут протухнешь Ничего хорошего там нету Это хорошо на определенном этапе Но время выйти Время идти дальше Но почему же Бог нас выводит В мир, где проблем больше Словно раньше он нас оберегал А вдруг перестал оберегать Как будто и проблемы И ветры И зной И вода льет с небес И думаешь, что же это такое Я-то думал, что с Богом Все комфортнее и комфортнее Безопаснее и безопаснее Удобнее и удобнее А тут так не происходит Почему? Почему же это есть Эти страдания Сложности Трудности И мне кажется Это хорошо понять На одном эксперименте В свое время Был такой ученый в Америке Джон Келхун У меня даже фотография есть Можно фотографию показать Этого ученого Джон Келхун Который в 60-е и 70-е годы Проводил ряд экспериментов И в качестве подопытных Джон выбирал Либо крыс Либо мышей Хотя, конечно же Целью эксперимента было Не столько изучить Поведение грызунов Сколько Понять о поведении людей И вот свой самый известный Эксперимент Джон Келхун Провел в 1972 году Вместе с Национальным институтом Психического здоровья Этот эксперимент Вошел в историю Под названием Вселенная 25 Что же это за Вселенная 25 Келхун построил Настоящий Рай для мышей Я бы его даже назвал Наверное На его месте Ну я проповедник Мне как-то надо такие названия Я бы назвал не Вселенная 25 А Рай для мышей Я вот так бы назвал Он сделал такой бак Можно вот Какую-то фотографию показать Сделал бак 2 на 2 метра Высотой 1,5 метра Откуда подопытные В данном случае Это были мыши Не могли Никак Выбраться Внутри бака Поддерживалась Постоянная Комфортная Для мышей Температура То есть там Все время Было плюс 20 То есть погода была Примерно как на Канарских островах Не холодно Не знойно Как в какой-нибудь Противной Турции Или дай бог В Египте Все там было Хорошо Присутствовали В изобилии Вода То есть воды было Сколько хочешь Еда И в этом баке Еще были созданы Многочисленные Гнезда для самок Чтобы самки Там могли выводить Себе потомство Каждую неделю Бак очищали То есть В нем была чистота Никакой дезинфекции Были предприняты Все необходимые Меры безопасности Было исключено Появление каких-то хищников Даже инфекции Постоянно ветеринары Наблюдали за мышами Наблюдали за состоянием И их здоровья И вообще Вот эта система Обеспечения жизненного То есть подача воды Подача еды Были настолько продуманы Что в этом баке Могло одновременно Жить и питаться Около 10 тысяч мышей Не испытывая при этом Какого-то ощутимого дискомфорта Ну конечно когда там 10 тысяч мышей Все было бы немножко иначе Но особого дискомфорта не было То есть все могли нормально Все бы 10 тысяч мышей Могли бы там нормально питаться Пространства Было для них более чем достаточно Однако Вот такого количества 10 тысяч в баке Никогда не было Максимум Сколько достигла популяция мышей Это около 2 тысяч Почему? Я вам сейчас постараюсь Вкратце этот эксперимент рассказать Начался эксперимент с того Что ученый Поместил в этот бак 4 пары мышей Здоровых мышей Таких проверенных мышей Мыши За короткое время Обследовали Новый свой дом И Увидели Что По воле Господа Попали в мышиный рай Все есть Ничего не надо доставать Ты там с мышеловки Не стоишь нигде Ни мышеловок Ни Опасности никаких Ни хищников Сколько хочешь кушай Сколько хочешь Сколько хочешь пей Ну и мыши начали кушать Пить Ускоренно размножаться И В итоге Каждые 50 дней Каждые 50 дней Количество Мышей Стало Удваиваться Пока через 300 дней То есть уже когда Как-то эксперимент уже Подходил К году Да Время эксперимента Приближалось к году Рост Популяции Мышей Стал Значительно Замедляться Замедляться И уже Количество Удваивалось Не каждые 50 дней Как раньше А каждые 150 дней Уже только Удваиваться Популяция Стала И в момент Когда в Баке Было около 600 мышей Там уже Как бы Сформировалась Определенная Мышиная Иерархия Такая Определенная Жизнь Своя Социальная Вот И в это время Когда там Около 600 Мышей Было Появилась Категория Мышей Которых Ученые Назвали Отверженными Отверженными То есть Это были Мыши Которых Изгоняли Как бы Сгоняли В центр Бака И к этим Отверженным Все остальные Стали проявлять Агрессию Отверженную Мышь Можно было Легко Увидеть Потому что Она была Вся Искусенная Часто С обгрызенным Хвостом Там На шкурке Были Следы Крови В основном Отверженные Это были Молодые Мыши Молодые Мыши Которые Не нашли Себе Места В мышиной Иерархии Молодые Мыши Самцы Не нашедшие Себе Места В мышиной Иерархии Поскольку В Баке Были Такие Идеальные Условия То мыши Жили Долго И Появилось Очень много Старых Мышей Пожилых Мышей И поэтому Когда Молодняк Пытался Как-то Войти В социальную Жизнь Этого Мышиного Городка Им там Не было Места То есть Там Везде Занимали Старые Мыши Пожилые Мыши Молодым Не было Места Вот И их Стали Изгонять Отовсюду То есть Взгоняли К центру И к ним Проявляли Агрессию И Вот эти Мыши Самцы Ломались Психологически Они переставали Проявлять Агрессию То есть Практически Никакой Агрессии Вот эти Отверженные Не проявляли Они Переставали Защищать Своих Самок Когда Те Были Беременные Переставали Защищать Потомство И Уходили От Всяких Социальных Своих Ролей Это Самцы В то же Самое Время Самки Которые Готовились К рождению Потомков Наоборот Становились Более Агрессивными Потому что Самцы Их Перестали Защищать Вот эти Молодые Самцы Перестали Защищать Молодых Самок В итоге Самки Сами Стали Проявлять Все больше Агрессию Самцы Их Не Защищали Самки Сами Стали Защищать Потомство И Что Интересно В конце Концов Они Стали Проявлять Агрессию Не Только К окружающим Мышам Защищая Своё Потомство Но Самки Стали Агрессивны К Самому Своему Потомству То есть Их Агрессия Часто Выливалась На Детей То есть Самки Стали Убивать Собственных Детенышей В конце Концов Становились Такими Агрессивными Отшельницами Забивались На верхние Этажи Этого Куба Да Забирались На верхние Этажи И Отказывались От Размножения И Рождаемость Среди Мышей Стала Падать А Смертность Молодняка Которым Проявляли Агрессию Становилось Все больше Больше И больше И в конце Концов Знаете Очень интересно Через какое-то Время То есть Там Ну Этот эксперимент Был из Нескольких Стадий И на одной Стадии Среди Мышей Среди Мышей Появилась Такая Категория Которых Стали Называть Красивые Что же Это За Красивые Это Были Самцы Которые Стали Демонстрировать Такие Качества Ну Нетипичные Для Самцов Они Отказывались Драться Они Отказывались Бороться За свое Гнездо За свою Территорию Они Отказывались Защищать Свою Самку Они Они Имели Никакого Желания Спариваться Размножаться И Просто Стали Вести Пассивный Образ Жизни То есть То чем Занимались Красивые Мыши Они Ели Пили Спали И Чистили Свою Постоянно Чистили Свою Шкурку То есть Они Отделили Себя От общества Ели Пили Спали И Следили Следили За собой Избегали Всех Конфликтов Никакой Никаких Претензий На какие-то Социальные Функции У них Не было Вот Их Поэтому Даже Назвали Не только Красивыми А нарциссами Они Все время Только Любовались Собой То есть Занимались В этом Только Собой Ели Пили И Чистили Себе Чистили Себе Шкурку Средний Возраст Мышей Вырос Они Стали Жить Около 800 Дней Это На 200 Дней Больше Чем Обычно Живут Мыши Жили Стать Долго В конце Концов Смертность Среди Молодняка Достигла 100% То есть Все Молодые Мыши Умирали Количество Беременностей Стало Сокращаться И Дошло До Нуля Вымирающие Мыши Стали Практиковать Гомосексуализм Вот Там В этой Коробке Необъяснимо Агрессивное Поведение Хотя Вроде бы У них Все Было То есть Их Было Не так Много Было Всего В изобилии И еды И воды Ну вот Такое У них Было Поведение И в конце Концов Мыши Стали Стремительно Умирать В этом Мышином Раю И На 1780 День То есть Буквально Через Несколько лет После Начала Эксперимента Умер Последний Житель Мышиного Рая Все Вымерли Все В идеальных Условиях Максимум Их Было 2200 Хотя Там Могли 10 Тысяч Спокойно Жить Интересно Что Ученые Когда Видели Что Мыши Стали Вымирать Предвидя Катастрофу Изъяли Из Бака Несколько Групп Мышей И Переселили В отдельные Баки Где Вообще Никого Не Было То есть Как бы Создали Им Такие Же Условия Как у Первых Четырех Пар В начале Словно Говоря Тебя Взяли И В Эдемский Сад Посадили Вместе С твоей Женой Как Было В начале Вот Но То есть Там Вообще Никого Не Было Там Вообще Было Просторно И Никакой Населенности Не Было Никакой Скученности Вот Но Красивые Так называемые Мыши Красавцы И вот эти Самки Одиночки К удивлению Ученых Поведение Своего Не поменяли Отказывались Спариваться Отказывались Размножаться Отказывались Выполнять Какие-либо Социальные Социальные Функции Свои В итоге Не было Новых Беременностей Мыши Умерли От старости И все Групки Мышей Которых Пересадили В отдельные Баки Все Точно так же Вымерли И вот Интересно Что Джон Келхун По результатам Эксперимента Сделал Такую Теорию О двух Смертях Ну Научную Теорию Я знаю Что бывает Мы знаем В Библии Есть две Смерти Но тут Немножко Отличается И он Назвал Первую Смерть Эту внутреннюю Смерть Или смерть Духа Потому что Мышь Довольно Простое Существо И самое Сложное Что делает Мышь Самое Сложное Что делает Это ухаживает За самкой Это Оберегает Самку Заботится О потомстве Это для мышей Самое Сложное Оберегает Свою Территорию Оберегает Свою Семью Заботится О потомстве Это Вот живут 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 В конце концов Они внутри Как будто Психологически Вымирали И через Некоторое Время Вымирало Все это Все это Сообщество Все это Сообщество Мышей И В конце Этой Истории Поясню Почему Этот эксперимент Называется Вселенная 25 Потому что До этого Ученый Проделывал Этот эксперимент 25 раз И каждый раз Мыши Вымирали Все 25 Раз Выводы Которые Делают Из Этого Эксперимента Их Очень Много До сих Пор Спорят Вот Об Эксперименте Вселенная 25 Но Мне кажется Одна Из очевидных Вещей Которая Нам Показана В этом Эксперименте Порой Наше Представление Об Идеальной Благословенной Жизни Это Жизни Вне Стрессов Вне Проблем Вне Преград Вне Сложностей Это Вот такая Жизнь Где Вот Все Хорошо Мы Часто Неосознанно Мечтаем Вот Именно О Такой Жизни И мы Почему-то Порой Думаем Что Вот Это И будет Нашей Наградой Вот Не случайно У людей Представление О Рае Хотя В Библии Таких картин Нет Вообще Но Нередко В истории Христианства Рай представляли Таким местом Беззаботным Где Никаких Сложностей Никаких Проблем Вот Такие Облака И Все Мы В Удобной Одежде Такой В виде Простынки Обернутой Сидим На мягком Облаке И у нас Арфы У всех Мы все Музыкальные Мы все Играем Мы все Поем И там Между этими Облаками Деревья С диковинными Фруктами Растут И мы Там Пребываем Вечность Какая Смертная Скука Я помню До сих пор Когда Я в детстве Смотрел Рисунки Биттрупа Где он Как раз Так схематически Изображал Рай Я Я смотрел На этот рай И отчетливо Понимал Что там Так хорошо Но почему-то Туда не хотелось Вот не хочется В такой рай Правда же Драгоценное Не хочется В рай Без забот Без хлопот Без сложности Где вот так Вот мы Как какие-нибудь Огоньки Светлячки В ночи Парим Где-то Как вот Некоторые Себе представляют И чем больше Ты себе Это представляешь Тем меньше Ты понимаешь Господь Ну почему Ты допустил Вот эту жизнь Зачем Ты допустил Так много Зла В этой жизни Так много Сложностей Всевозможных Там проблем Как я говорил В начале Тут и ветер Тут и дождь Тут и зной Тут и град Бывает Тут столько Всевозможного Думаешь Господь Ну Как вот В прошлое воскресенье Мы говорили Что бывают иногда мысли Если бы я был на месте Бога Я сделал бы все Получше Я бы убрал Все эти сложности И нам иногда И кажется Что все эти сложности Все эти трудности В нашей жизни Они по какому-то Божьему Недоразумению Он там как-то Не усмотрел Поэтому не случайно Я думаю В истории христианства Так раздули Фигуру дьявола Если мы с вами Будем читать Библию Мы увидим Что не так уж Много И в Писании Говорится о сатане Не так уж Много Говорится о библии О дьяволе Намного Больше Сегодня В церквах Мы говорим О дьяволе О сатане У нас целые Учения Про демонов Там Демонологии Всевозможные У нас Авторы Библии Могут у нас Поучиться Учению о дьяволе Мы знаем Намного Больше И вот В этой всей Демонологии Как-то Нет места Для Всемогущего Бога Вездесущего Бога Ведь если Он такой Всемогущий И вездесущий Ну Господь Ну сделай ты так Но почему-то Это все Остается Эти все Сложности Эти все Трудности Какие-то Выборы Мучительные И причем Это возникло Ведь Не только Сейчас Уже какие-то Выборы Какие-то Решения Они были еще В Эдемском Саду Поэтому Многим Верующим И непонятно Ну как Господь Допустил Туда Вот это Дерево Познания Добра И злата Зачем Зачем В эту Безмятежную Райскую Жизнь Помещать Непонятно Зачем Но в действительности Драгоценное Если мы Задумаемся И ветер И зной И дождь Все на этой земле Не безведение Нашего Господа А если Господь Допускает До нас Эти вещи Эти сложности Эти трудности Эти проблемы Эти скорби Которые нам В принципе Так ненавистны Но они Тем не менее Допущены Богом Значит В этом Есть какая-то Цель В этом Есть какой-то Смысл И когда Я Смотрю Вот на этот Эксперимент Который был сделан Вселенная 25 В 1972 Году Я вдруг Начинаю понимать Все не случайно Комфортная жизнь Жизнь без забот Это не то благословение О котором мы мечтаем Вам не кажется Что возможно Это есть то проклятие И я иногда думаю А вот эти рисунки Облаков Людей с арфами А может быть Это как раз Картины Не ада А не рая Ведь не случайно Господь Допускает Не случайно Допускает Многие сложности Многие трудности Я Специально Об этом Говорю Именно сейчас Потому что Для нас Хотя мы празднуем Новый год 1 января Но все-таки Для нас Некое Начало года Вот такое Значимое Начинается в сентябре Это и учебный год Это и Рабочий год Начинается Хотя Конечно же Ты живешь И ты вспоминаешь Может быть Ты куда-то полетел Был там В какой-нибудь Стране Заграничной Где В отличие от нас Есть море На Урале Нет моря Тепло У нас в это лето Не так много тепла Было И ты там отдыхал И ты приехал И ты думаешь Господи Вот этот Урал Здесь так много Так много дождика Так вот много Холода у нас Зимы много Лета мало А вот там Я отдыхал В южной стране Где много лета И вообще нет зимы Иногда приходят мысли Не знаю Может быть только ко мне Приходят мысли Но я думаю Не только ко мне Думаешь Ну почему я родился В таком холодном месте У вас были такие мысли А не переехать На длинном потеплее Там где вот как раз это Хотя вы знаете Что интересно Вот если мы с вами Понаблюдаем Вот За жизнью Населения планеты Вы заметьте Как правило Самые развитые народы Самым высоким Уровнем жизни Находятся Там Где север Самая лучшая жизнь Самая комфортная жизнь Признана уже много лет Где? В Норвегии Норвегия Скандинавская страна Северные там Страны Европы Там Канада Штаты А если мы возьмем Теплые страны Африка Там вот эти Азиатские страны Там не такой уж Высокий уровень жизни Хотя у них Все комфортно А может быть Комфорт Удобство Постоянное тепло Теплая водичка Может быть Это не является Таким уже Большим благословением Для нас Как нам это кажется Во время отпуска А? Может быть Это великое благо Слава Господу Что мы там не родились Ни в Африке Ни в Азии Ни в Таиланде Слава Богу Что мы здесь родились Где в основном зима Потому что Сами условия В которых мы живем Так или иначе Заставляют нас Двигаться вперед Заставляют нас думать Заставляют нас бороться Заставляют нас Преодолевать сложности Преодолевать трудности Нас с вами Господь вообще Благословил Поместив в такую страну Где никогда не бывает Недостатка в сложностях И трудностях Правда же? Мы с вами счастливые Мы живем на Святой Руси В чем святость Руси? Столько проблем Я даже Когда Помню Был в Германии И некоторые Говорили мне Немцы Вот мы даже Думаем Может быть Ну мигранты Вернутся обратно Откуда они приехали Там из России Из Казахстана Я ему говорю Вы что с ума сошли? Говорю Из Германии Уехали оттуда В Германию Сейчас обратно Я говорю Зачем? Они говорят Понимаешь Здесь так порой Вот все понятно И так комфортно Ну так Как вот так Господь? Ну почему все Население мира Не живет только Вокруг экватора В этих комфортных Местах Там на островах Канарские Карибские Вот ну заселили бы мы там Зачем жить В таких непонятных местах Как мы живем? Ну что ж тут жить-то тут? Ни моря нет Ни погоды нормальной нет Ничего нет Зачем мы тут живем Вы знаете Вот я бы очень хотел Чтобы когда Вот приходят в голову Такие мысли Вы могли вспоминать Об этом эксперименте Вселенная 25 Когда Беспроблемная Комфортная жизнь Приводит Не к радости Не к счастью И не к блаженству Иисус не говорил Блаженны вы Когда нечего вам делать Блаженны вы Когда у вас нет врагов Блаженны вы Когда вокруг мир Нет Блаженны Когда мир вы несете Блаженны Когда может быть Вас гонят Или поносят Ради имени Иисуса Христа Блаженны Блаженны Алчащие И жаждущие Значит Есть проблемы С питанием Есть проблемы С водой То есть Блаженны люди люди, которые так или иначе оказываются в тех или иных сложностях, потому что каждая сложность в жизни – это определенный вызов. И мы в сентябре месяце планируем нашу жизнь, мы планируем, что мы собираемся делать. Я знаю, что многие там, кто-то поменял работу ко мне, несколько человек подходило и молилось, говорит, пастор, вот новая работа, новые какие-то задания в жизни, помолить, чтобы и страх есть, и сложность. Я, конечно, молюсь всегда, и я благословляю, но я хочу сказать, не думайте, что после молитв вам будет легко и беззаботно. Сложности останутся, проблемы останутся. Петр не пишет, возложите все ваши страдания на него. Нет, заботы возложи. А страдания ты должен пройти сам. Скорби ты должен пройти сам. И вот новый учебный год. Кто-то впервые повел своего сына или дочку в первый класс. Это новые страдания, новые сложности. Не только для него, для всех вас, для всей вашей семьи. И это не то, чтобы мы паниковали. Не то, чтобы мы думали, вот как так, пастор, что такое происходит? Происходит в жизни. Происходит то, что у тебя новые возможности для развития, для движения, для роста. Потому что если бы ничего это не было, мне кажется, что все мы бы вымерли, как эти мыши. Занимались бы тем, что кушали, пили, спали, чистили бы, украшали бы свою одежду. Нам не нужны никакие сложности. И заметьте, что интересно, вот когда читаешь про этих мышей, порой в странах, где слишком много появляется комфорта, жизнь, чем там напоминает это мышиное сообщество, да? Когда страдаешь от чего, не знаю. Как-то вот... Когда кушать нечего, вот таких страданий нет. Не мучаешься. Когда есть у тебя реальные сложности, реальные вызовы в жизни, это стимулирует тебя идти вперед и не сдаваться. И вот точно так же драгоценный перед нами Новый год, новый учебный год, новый рабочий год. И я пророчествую вам, Господь, дай им побольше страданий, чтобы к концу года эти люди были более развитые, более благословенные, более сильные духовно. И упаси Бог, Господь, поместить их в мышиный рай, чтобы они не вымерли к концу года. Сложности. Некоторые смотрят и говорят, пастор, ну удружил ты мне. Ты скажешь, я и так не знаю, как жив до сих пор. Я и так с трудом прохожу. Но если ты с трудом проходишь, проходи. Тебе не надо больше. Вы знаете, у меня вот сколько раз в жизни бывало случаев, вот... Когда думаешь, вот дойду до этого рубежа в своей жизни, и успокоюсь. И будь так хорошо, и буду счастлива. Буду жить сам для себя, где-нибудь там с женой вдвоем путешествовать. Денег не на всю эту большую многодетную семью, на двоих будет больше, чем достаточно. А Бог не дает мне такого, и все. Я вот смотрю все время, я иногда подумал, думаю, Господи, я вот как женился в 19 лет, я всю жизнь кого-то на ноги ставил. То один ребенок, то второй ребенок, то третий ребенок. Сейчас четвертый растет. Еще Бог дал такого четвертого, что ой-ой-ой. Ты смотришь на него, думаешь, Господи, я-то думал, после сорока так покой будет, так буду лежать в кресле-котялке, смотреть на закат и думать о Вселенной. Если жизнь на Марсе, вот тут, извини, вообще не до Марса. Не до Марса, потому что как он только просыпается, он сразу несется ко мне, и все. Там все, все сны кончаются сразу, понимаете? И смотрю, и думаешь, сколько, ну вы понимаете, сколько маленькие дети приносят неудобств в жизни, а? Сколько сложностей. Развивайся и развивайся. Все новые откровения получай, читай сказку «Колубок» и получай. Сколько возможностей для развития есть. И иногда, когда тебе хочется воздрабтать, да сколько ж можно? Ну, значит, еще не доразвился, как Бог хочет тебя видеть. Ну, живут у того двое детей, они уже все выросли, живут для себя. Ну, с ними Бог покончил, а с тобой нет. На тебя он еще не махнул рукой, слава Господу. Я вот думал, Господи, ай, как будет здорово, у нас будет в церкви свое здание, и уже не нужно будет заниматься этими вопросами бесконечной аренды, поиска. Я буду просто сидеть в своем кабинете в блаженстве и думать «Велик Господь». Ну, когда появилось свое здание, проблем столько пришло новых с этим зданием, что даже не думал я раньше, что их столько появится, понимаете? Арендовать что-то оказалось намного проще, чем владеть этим столько всяких этих сложностей и трудностей, и даже, Господи, я-то думал, успокоюсь, а покой нам только снится. Думаешь, как так? Так, потому что Господь не закончил с тобой, дорогой, есть много возможностей для роста. И у нас буквально постоянно, вот знаете, вот когда мы со служителями проходим через какие-то сложности, думаешь, вот мы сейчас закончим и заживем. Мы заканчиваем, и новые проблемы приходят. И уже у меня по плану, это должна быть зона безмятежности, а тут новые проблемы появляются. Зона сложностей начинается, а я-то думал, все будет проще и проще. И ты думаешь, ну как же так? Думаешь, ну ладно, эту сейчас еще пройду стадию, и там дальше будет радость, безмятежность, блаженство. Проходишь, и снова какие-то сложности. Я подозреваю, что то, через что я прохожу и переживаю, очень похоже, на что переживают некоторые из вас, а? Точно так же в жизни. Думаешь, ну вот закончится тяжелый год, как мы говорим в России, кризисный год закончился. Теперь у нас вот кризисный год заканчивается, начинается год суперкризисный. Вот достигли дна, сейчас оттолкнемся ногами, достигаешь дна, пытаешься оттолкнуться ногами, а там оказывается какая-то такая люк, ты в него падаешь, а там еще. С той стороны оказался этого дна и пошел дальше глубже еще. Думаешь, ну как так? Почему? Когда же это наконец, ну, закончится-то? Вот эти все вещи-то, сложности-то, эти трудности. И тут вспоминаешь, а может быть, не случайно порой люди, выходя на пенсию, так быстро сгорают, когда, казалось бы, у них покой, мне надо рано вставать, мне надо ходить на работу, мне нужно ни перед кем быть подотчетным. Но когда заканчиваются все сложности и вызовы жизни, словно стимула жить, нету больше. Потому что жизнь так устроена, это не статическое состояние, это постоянное движение. Если нет в твоей жизни движения, если нет в твоей жизни развития, это вообще не жизнь. Это вообще не жизнь. И сейчас, драгоценные, я стал по-другому мыслить, когда вдруг в моей жизни становится все очень хорошо, очень комфортно и очень безмятежно, я этого состояния пугаюсь. Я думаю, Господи, неужели смерть моя наступает? А потом раз и новые сложности, я думаю, слава Господу, жизнь продолжается. Слава Господу! Не оставил меня Господь, не забирает еще меня он с этой земли. Новые сложности, новые трудности, новые вызовы, новые какие-то вопросы, которые мешают тебе уснуть, в которых ты там лежишь и думаешь, и думаешь. Ну, все, слава Богу, значит, все по плану, все хорошо. Поэтому, если кто-то из вас до сих пор сидит здесь, а в голове крутится песенка из летнего отпуска, я так хочу, чтобы лето не кончалось. Закончилось! Отпуск закончился, Турция и Египет все закончились, блаженство дачных полежаночек закончилось ваше, хотя, конечно, не знаю, какие там полежаночки. Вот. Ну, у меня они обычно полежаночки, когда я на дачу езжу, там много ничего не делаю. Вот. Закончилось. Начинается время движения, роста, развития и благословения. Поэтому я бы очень хотел, чтобы мы сегодня в конце молились с вами не за то, чтобы Бог убрал сложности, трудности или вызовы, чтобы Бог дал нам такое сердце, чтобы мы во время всех этих сложностей и скорбей хранили мир, уповали на Господа. И, как мы, помните, с вами рассматривали историю из жизни Петра во время этой безмятежности, да, точнее, во время бури, во время шторма мы хранили в сердце безмятежность и могли, как, помните, Иисус спал, хотя была буря и шторм, он спал. Точно так же и мы, драгоценные. Буря, шторм вокруг. А мы можем быть в этой лодке и можем хранить мир. Можем хранить мир. Некоторые думают, некоторые думают, что настоящая вера и настоящий мир в Боге – это когда мы словно уходим из этой жизни в какую-то свою иллюзорную жизнь, вот такую виртуальную жизнь, где мы так живем себе спокойненько. Но это не вера. Не нужно Царство Божье отделять от этой жизни. Я помню в свое время, в молодости, мне так казалось это интересной, жить в заповедном мире снов, вот окружить себя своими снами, своими мечтами, своими фантазиями и смотреть на окружающую жизнь, как вот, а, муть всякая, а, муть всякая. Я вот живу, как один философ назвал, в башне из слоновой кости, да, вот живешь и на все так посматриваешь со стороны. Вот, и порой людям в церкви кажется, что Царство Божье – это тоже такой, знаете, отдельный мир заповедных духовных снов, куда люди уходят и оттуда посматривают в окошечко вокруг, на реальность, как на муть всякую. Пока однажды ты не понимаешь, что это лишь детские фантазии о таком мире, о такой жизни, настоящая духовность – это не уйти от жизни, настоящая духовность – это жить этой жизнью и в этой жизни хранить мир, хранить радость, преодолевая сложности, преодолевая трудности, оставаться светом для этого мира. Светом для этого мира. Есть еще один очень интересный пример. В свое время Микеланджело Боонаротти в усыпальнице рода Медич сделал две скульптуры «День» и «Ночь». Я особенно привлекла внимание скульптура «Ночь». Скульптура «Ночь». Вот она, в усыпальнице Медичи, такая скульптура «Ночь». Она так держит камень у себя, опирается на сову и спит таким сном. И Джованнис Троци, увидев эту скульптуру, написал такое стихотворение. «Забывшись сном, ночь придалась покою, уснула, как живое существо, из камня ангел создал естество, но разбуди, заговорит с тобою». Когда Микеланджело Боонаротти прочитал это четверостишее, то он написал ответ. «Мне сладок сон и лучше камнем быть, когда кругом позор и униженье. Не знать, не видеть лишь одно спасенье. Умолкни, друг, зачем меня будить?» Вы знаете, тут тоже, в принципе, в этом стихотворении выражается то, что сказал в фильме «Асса мальчик Бананан». Если вокруг так много позора, унижения, то, может быть, единственный выход – это сон, спать, уйти куда-то в свой мир, в свою жизнь какую-то виртуальную. И люди пытаются через алкоголь, через компьютерные игры уйти вот в эти миры, отделиться от реальной жизни, там в это окошечко иногда выглядывать. «Не смей меня будить!» «Послушай, друг, не смей меня будить!» «Я живу в мире заповедных снов!» «Я вот такую сплю!» Это, я думаю, как раз вот и есть те мертвые души, да? Если брать название произведения Гоголя, или, как сказал ученый, первая смерть – смерть духа, когда люди внутренне словно ломаются, как те мыши красивые, занимаются только собой, отделяют себя от всего социума, живут, кушают, пьют, спят, чистят шкурку свою и ничего, ничего, никаких сложностей. Вот это обречено на вымирание. Поэтому слава Богу за все сложности и все трудности все это для того, чтобы ты остался живым. Все это для того, чтобы твоя жизнь, а жизнь – это движение постоянное, жизнь – это рост, жизнь – это прогресс, чтобы эта жизнь в тебе не замолкла, не заснула, не остановилась, а продолжала двигаться вперед. И я закончу словами другого апостола, апостола Павла, второе послание к Коринфянам, четвертая голова, шестнадцатый стих. Посему мы не унываем, нельзя жить на земле без скорбей, но можно жить без уныния. Нельзя жить без сложности, но можно жить без депрессии, без постоянного, озабоченного состояния. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Духовная жизнь это не отдаление от реальности. Царство Божие, это не уйти в мир своих заповедных снов. Мы остаемся здесь, мы видим то, что здесь происходит, но мы понимаем, что вот этот ветер, этот дождь, этот зной, это не то, что Бог просмотрел, Бог что-то тут не додумал, Бог что-то тут не допланировал. Все, что происходит в нашей жизни, даже то, что, возможно, мы не хотели бы видеть, это все не случайно. И все это, даже когда мы не понимаем это, превыше нашего разумения, находится в Божьей воле и в Божьих планах. Для того, чтобы ты не вымер, ты не превратился ни в эту озлобленную самку мыши, которая недовольна всем, живет только собой, ни в этого нарцисса, красавчика, который просто ест, пьет и спит, а чтобы мы остались живыми. Сложности, трудности, преграды неизменная часть этой жизни. Я не знаю, как там будет, абсолютно убежден. Точно не так, как это рисуют порой на картинках рая. Поэтому апостол Павел говорит, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Мы не знаем. Но я думаю, всегда будут какие-то вещи, не только в этой жизни, но и после этой жизни, которые будут побуждать нас двигаться вперед, развиваться, течь дальше и дальше, как река, преодолевая какие-то новые пороги, новые какие-то плотины. Всегда что-то будет в нашей жизни. Поэтому учитесь, живя в страданиях, не заботиться, преодолевая сложности, не паниковать, сталкиваясь с трудностями, не падать в депрессию, а хранить мир, хранить радость, хранить любовь, хранить свет, хранить доброту. Это и есть Царство Божье, которое через нас сияет в этом мире, в этом жизни, не в мире наших снов, в этом, в реальном мире. И пусть Бог благословит, чтобы этот новый учебный рабочий год стал годом благословений для каждого из нас. Поэтому, слава Богу, за все проблемы, за все трудности, за все сложности. Посмотри на своего ближнего. Скажи, из-за тебя, слава Богу. Сколько у нас сложностей от соседних мышей, а? Сколько проблем. Всемогущий Господь, спасибо тебе, за новый учебный и рабочий год. Спасибо тебе, Господь, за осень, со своими сложностями и со своими радостями, со своими проблемами и со своими благословениями, Господь. Спасибо тебе за то, что мы живы. Мы не уходим в мир снов. Мы не уходим от проблем, от несправедливости. Мы не засыпаем. Мы не изолируем себя от этого мира, но мы смотрим открытыми глазами, Господь, и видим тебя и в ветре, и в шторме, и в буре, и в дожде, Господь. Мы знаем, мой Бог, как бы ни было тяжело и как бы ни было сложно, но ты не допускаешь испытаний сверхсил. Как бы ни было тяжело и сложно, но мы можем всегда уповать на тебя, Господь. Потому что мы, сталкиваясь с кратковременными, легкими страданиями, идем путем славы, которая открывается все больше и больше в детях Божьих. И я молю тебя, Господь, чтобы в этом новом году твоя слава открылась в нас, как никогда раньше. Твоя сила, твоя благодать, твои благословения открывались в нас, как никогда раньше, Господь. Благослови Иисус, благослови Иисус, благослови Иисус. И я молю, мой Бог, за каждого моего брата, за каждую мою сестру, чтобы они не падали в отчаяние, когда тяжело, когда трудно, когда кажется, что выхода нет, не падали в отчаяние. На любое страдание, как бы ни было оно тяжело, они смотрели, как на коротковременное и легкое. Даже когда кажется, что это убьет нас, когда кажется, что мы не сможем это преодолеть, я молю, чтобы мы смотрели, как на коротковременное и легкое, и учились уповать на тебя в любой ситуации. Я молю, мой Бог, чтобы этот год был годом нашего упования на тебя. Чем больше мы доверяем тебе, тем больше мы сможем преодолеть, тем больше мы можем совершить, тем большими мы можем стать во Христе Иисусе, тем больше душ мы можем приобреть, приобресть для славы Твоей, Иисус. Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо тебе, что мы не вышли из нашего маленького яйца в большое, но мы вышли в другой мир, где нам много непонятно, много сложно, но это тот мир, который ты создал для нас, и мы здесь не случайно, мы здесь не случайно. Ты стоишь за всем, а я молю, мой Бог, чтобы мы могли видеть тебя, слышать тебя во всем и радоваться, что бы не было. Слава тебе, Иисус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова